Сегодня на спортивном объекте выполнены первые работы. Вдоль трибун уложено новое асфальтовое покрытие, вывешены баннеры в работе обновления беговых дорожек. Как выполняются поручения, глава Анапы проконтролировал накануне. Сегодня же на планерном совещании дал понять, половинчатых решений он не приемлет. Ситуация со спортивным объектом остается на личном контроле. Критика Сергея Сергеева по поводу внешнего вида стадиона и прилегающей к нему территории прозвучала неделю назад. Глава Анапы, побывав на объекте, убедился, его поручения не выполнены. Резкие замечания Сергея Сергеева привели в чувство собственников и заставили их взяться за наведение порядка. Сделаны повешенные баннеры, отремонтированы прыжковые ямы. И эта яма из той стороны для тройного прыжка. Вот это, что было замечание по вратарской площадке, это будем делать, закрывать дерном после проведения последнего матча, который состоится 2 августа в субботу. После этого идет перерыв до 30 августа. И чтобы дерн прижился, схотился, будем подсевать, будем удобрять. В общем, весь агрокомплекс мероприятий будем проводить на поле. До идеального еще далеко. Проблемы Спартака возникли не за один день. Год за годом стадион терял достойный вид и свое истинное предназначение. Больше всего вопросов вызывает территория вокруг Спартака. Сегодня она напоминает скорее отстойник для автомобилей с сомнительными номерами и парк перекошенных и проржавивших аттракционов. Широкое поле для деятельности контролирующих ведомств. На общегородском планерном совещании глава города вернулся к этой теме и подчеркнул, до следующего футбольного матча, который состоится 2 августа, есть еще время. Для того, чтобы исправить сначала мелкие недочеты, а потом и приступить к решению требующих времени проблем.